В 79-м году н.э. Помпеи всего за несколько часов превратились из кипящего жизнью города в руины, накрытые вулканическим пеплом от извержения Везувия. Теперь, спустя почти две тысячи лет, реставраторы спасают Помпеи от второй смерти, уже от разрушений, вызванных тысячами туристов, халатностью менеджмента и изменением климата. «Мы делаем глубокие инъекции под верхний слой штукатурки, между штукатуркой и стеной. Они зависят от отвалившегося куска». В 2016 году Евросоюз выделил на восстановление Помпеи 105 миллионов евро, благодаря которым руину удалось спасти от дальнейшей деградации и даже продолжить археологические раскопки. «Есть места, где всё осталось так же, как было, со следами мебели и одежды. Часто в руинах в Помпеях находили целые семьи. Это потрясающий контекст для работы археолога, всё очень информативно». Так, например, остатки еды в уличных киосках позволили учёным узнать, что жители Помпеи питались рыбой, улитками и козлятиной. Кроме того, выяснилось, что многим помпейцам не хватало денег для того, чтобы иметь кухню, и поэтому они покупали фастфуд на улице. С прошлого года археологам и реставраторам помогает в работе искусственный интеллект. Роботы собирают части разрушенных на мелкие кусочки фресок, а дроны в реальном времени отправляют фото и видео процессы учёным.